здравствуйте все на канале творческий сундучок с вами татьяна у меня наш это большое количество различных блоков в технике crazy квилд я их использую периодически в работе в предыдущем видео я шила из них очечники футляры для телефонов а в сегодняшнем видео я буду использовать один из очередных блоков они у меня различные какие-то я нашивала на ткань в качестве основы брала ткань какие-то нашивала на бумагу и размер у них тоже разные я выбрала вот такой блок он был на бумаге бумагу я убрала размер блока 20 на 20 но размер этот несколько уменьшится потому что сейчас я буду простегивать этот блок по синтепону снизу я подложила квадрат ненужной ткани и синтепон и подклад несколько больше размеров нашего блока простегивать буду по линиям шва нашитых лоскутиков дальше мне понадобится круглая деталь диаметром 8 сантиметров по нему я вырезала деталь из подкладочной ткани деталь из ватина и деталь из верхней ткани вырезала с небольшим припуском потому что сейчас я это буду простегивать и уже простеганную заготовку обрежу точно по шаблону у простеганной детали обрезала лишние края по шаблону также выкроила деталь подкладки размером 20 на 25 в длину взяла немного с запасом если будет лишнее просто обрежу следующая деталь вот такая полосочка размером 21 на 5 я подвернула оба конца этой полоски и прострочила использовать в качестве лицевой я буду изнанку ткани она матовые и мне нравится больше а дальше я сложила полоску вдвое и заутюжила сложенную вдвое деталь я отстрочила по верхнему краю отступив от верха 3-4 миллиметра и проложила еще одну строчку отступив от первой строчки полтора сантиметра это у нас кулиска на простеганную верхнюю деталь открытым срезом я прикладываю кулиску к верхнему срезу детали и сверху прикладываю подкладочку и прокладываю строчку тем самым соединяю три детали вместе вот я пристрочила и теперь с простеганной детали я немножко срежу вот этот утеплитель чтобы снять немножко толщину и вот теперь смотрите кулиску направив в сторону подкладки припуск на швы я заутюжила на лицевую деталь дальше совмещаю деталь то есть изделие подолевой совмещаю швы скалываю и прокладываю строчку вот по этому краю ну вот я застрочила получилось вот такая труба и теперь я буду пришивать донышко к лицевой части нашего изделия я сложу донышко пополам и по линиям сгиба сделаю меточки то же самое сделаю и с других сторон то же самое я сделаю и на основной детали совмещаем совмещаем наши меточки и сшиваем и вот я донышко пришила и вывернула наше изделие через не зашитый край с другого конца из фольга изолона я вырезала прямоугольник со сторонами 19 на 16 склеила трубочку эту трубочку я поставила на кусочек фольга изолона обвела ручкой и вырезала донышко с помощью горячего клея я склеила вот такой стаканчик фольгированной стороной изнутри но и теперь этот стаканчик я вставлю в наш футляк вставлять буду опять же с открытого конца для удобства в диване я в стаканчик вставила бутылочку ну вот я вставила расправила донышко и теперь вынимаю бутылку а дальше нам осталось зашить вот это донышко и заправить подкладочку вовнутрь и вот подкладка внутри и чтобы ее зафиксировать чтобы она не вылезала я сейчас сделаю вот здесь от строчку и вот я сделала от строчку в кулиску в дело плотную репсовую ленту и концы украсила деревянными бусинами бутылочка моя входит плотненько плотненько но легко ваши размеры могут быть разными и теперь смотрите если вы хотите сделать красивую верхнюю часть кулиски то есть вот чтобы она выглядела как венчик красивый то вот эту строчку надо прокладывать ниже то есть оставлять пошире вот эту ткань верхнюю и она тогда красиво сложится когда вы закрываете вашу бутылочку когда стягиваете этот шнурок ну а можно обойтись и совсем без этой строчки получится обычная простая кулиска хочу вам показать еще один чехол термос для бутылочки шила я ее для небольшой бутылочки она стеклянная это из-под лекарства и внутри тоже фольга визолон слышите так немножко похрустывает в ней я буду носить горячую воду поэтому я взяла стекло и брать я буду эту бутылочку с собой на репетиции горячей водой хорошо согревать быстро голосовые связки и здесь еще есть бутылочки вот такой стаканчик мне очень нравится она такая уютная и и приятно держать в руках сшила я ее из мебельной ткани и вот она получилась такая стильная и очень приятно держать в руках этот чехол для бутылочки я шила немного по-другому донышко здесь квадратная и верши тоже по-другому и здесь можно пользоваться бутылочкой даже не вынимая ее из футляра вынашивала я эту идею давно вот так периодически я делаю себе небольшие подарки и хочу сказать еще что не все могут пить холодную воду и вот такая бутылочка в такой вот футляр для бутылочки пригодится как для пожилых людей которые могут взять ее с собой на прогулку особенно в холодное время года а также этим могут воспользоваться и молодые мамочки у которых маленькие детки если вам понравилась эта идея если мое видео оказалось для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик пишите комментарии которые я очень люблю читать и я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи